Сравнивать с Европой и Америкой, где сейчас против устроивших беспорядки применяют и слезоточивый газ, и водометы, и резиновые пули, нам важно, что у нас. У нас на улице вчера вышли люди. О том, что они выйдут, было известно заранее. О том, что среди них будет много подростков и даже детей, тоже. И сколько бы сейчас призывавшие идти и требовать освобождения Навального не говорили, что детей не звали, это неправда. Потому что для раскрутки акций были использованы соцсети, те самые, не раз доказывавшие свою мощь и способность раскачивать ситуацию. И среди соцсетей были те, которые четко ориентированы на подростков. И расчет призывавших был прозрачен. Подростки пойдут, они легки на подъем, с подростками выйдут родители, чтобы не обидели. То, как соцсети нагнетали ситуацию, было видно. И разговоры о том, что будут стрелять резиновыми пулями, и советы, как спасись от газа. При том, что у нас ни пули, ни газ не применялись десятки лет, как раз в отличие от остальных стран. Можно сколько угодно спорить о праве на протест, о горячей крови подростков, и обсуждать, что власть не готова отказаться от применения силы против несовершеннолетних. Это все разговоры. На улицы вывели тех, кого выводить не имеют права. Да, гражданский протест – это нормально. Демонстрация – часть политической жизни и инструмент диалога с государством. Но в нашей стране, как и в любой другой, есть понятие «несанкционированный митинг». Есть понятие «участие в беспорядках». Есть, в конце концов, ограничения на массовые собрания в период вируса. И, судя по мониторингу, среди вышедших на улицы были 19 человек, зараженных ковидом. Это опасно, и это на их совести. Но есть еще и такая вещь, как ответственность взрослого человека. Взрослые не имеют права играть на детской болезни ливизны и идеи светлого будущего своими руками. И этим детям, которых позвали, никто не потрудился объяснить, что участие в беспорядках этого будущего может лишить. И что взрослые свои проблемы обязаны сами решать. Что дети личности, имеющие право на мнение и волеизъявление, но и имеющие свои обязанности, в том числе и перед законом. И последнее дело – обещать, что совсем юных закон не касается. Они вырастут, уже зная, что за прекрасную Россию будущего им разрешают нарушать закон. Да, рассуждения скучные, но почему никто не хочет помнить про фанатиков, романтиков и плоды революции, про то, что происходит после. Я много раз была там, где людей выводили на площади. Всегда под лозунгами борьбы с коррупцией, против неправильной власти. И всегда желательной была первая кровь. Слава Богу, мы смогли этого избежать. Алим Юсупов наблюдал за тем, что происходило, и пытался понять, как теперь объяснить именно подросткам, что произошло на самом деле. И как дальше нужно вести себя взрослым. Ведь те, кто вывел детей на улицы, явно не успокоятся. Все все знали и понимали. Акции не были санкционированы нигде и всюду. Где выходили, приводили своих детей или призывали прийти чужих, осознавали. Достаточно малейшие искры агрессии и столкновения с полицией неизбежны. Но где-то все прошло относительно спокойно, а где-то доходило и до настоящей рукопашки. Полиция в итоге не использовала никаких специальных средств подавления, чего нельзя сказать о протестующих. При задержании гражданина его товарищ брызнул в лицо с зрачевым газом и убежал. В ход шли и фаеры, и пустые бутылки, и снежки. Хотя в центре Москвы зимние забавы заканчивались совсем не безобидно. На трубной площади машину с мигалкой сначала обстреливали снежками, потом пинали. Зачем ты это сделал? Убьюсь, потому что можно! Наконец добрались и до водителя, прыснув ему в лицо из перцового баллончика. В Петербурге напали на сотрудника ГИБДД. Следственный комитет заявил, что все нападения на полицейских будут тщательно расследованы. Виновных накажут. В одной только Москве таких случаев было зафиксировано около 40. Видимо, отдельно придется расследовать и инцидент с человеком, который на Пушкинской площади влез на фонарь и развернул лозунг против Навального. Его стащили вниз и били ногами. В течение субботы участников акции предсказуемо задерживали. Этому предшествовали несколько дней настойчивых призывов выйти на улицу в поддержку Навального, которые начали звучать сразу после его задержания в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Германии. Там его провожали как вип-персону. Привезли на машине с мигалкой и полицейским сопровождением практически к трапу. Ну что, дамы и господа, Карлосон вернулся, и мы все пошли его встречать сначала в аэропорт Внуково, потом в аэропорт Шереметьево, но его увезли в СИЗО «Матросская тишина». И мы все 23 января вышли за нашего любимого Карлосона и показали, кто здесь власть. Нигде не было призыва выходить с детьми на митинг. Просто дети увидели рекламу в соцсетях и пошли на митинг. Я даже скажу, более того, если у нас в стране кружки и секции были бы бесплатными, то дети в субботу 23 числа участвовали бы не в митингах, а в спортивных матчах и соревнованиях. Но нет, с идеей, с одной стороны, все запретить подросткам, например, японские мультики, аниме, об этом я еще расскажу, а с другой стороны, выкачиванием бабла из кошелька родителей власть подставилась сама под разъяренных детей. А, ну и еще, да, и ковид. Ограничения заставили подростков сидеть дома почти уже целый год. Вот они и вышли на митинг за Навального, даже если не являлись его сторонниками. И мы поэтому начинаем итоги недели с Копинского районного суда Санкт-Петербурга, где детям на этой неделе запретили смотреть японские мультики. Ну а сначала про другую новость. У нас первый эфир при новом президенте США, при Джозефе Байдене. И вот у нас началась новая эра борьбы с путинизмом во всем мире. Пробовали бороться с ним Буш, Обама, ничего не вышло. На арене новый боец с российской угрозой, Джо или Джозеф Байден, который официально вступил в должность 20 января. Ровно в полдень соблюдали все американские традиции. Инаугурация прошла как на балкончике перед Капитолием, символизируя единство законодательной и исполнительной ветви власти в США. Но, к сожалению, из-за коронавируса не было зрителей. Зато присутствовало много вип-гостей. Это бывшие президенты Буш, Чита Клинтонов, певица Леди Гага и Дженнифер Лопес, которые исполнили гимн США. А также другие американские народные песни. Все, конечно, бросились обсуждать наряд Леди Гаги. Где этот наряд? В комсомолке он должен быть. Вот он, вот этот наряд. Леди Гаги. И то, что под порывами ветра американские флаги на платье певицы складывались в российский триколор. Также отметили и то, что Гага была похожа на атрибут русской кухни, бабу с чайником. Ну, не знаю. Мне кажется, она и ее наряд был похож, скорее всего, на героиню сериала «Игры престолов» Дайенерис. И Гага подчеркнула этом как бы смену правителя. Байден начал произносить свою речь за 18 минут... За 18 минут до полудня. Обычно бывшего... Ой, бывшего... Нет, действие все так. Обычно бывает все наоборот. Сначала президент приводится к присяге ровно в полдень, а уже потом толкает свою речь. Первую речь уже в статусе полноправного президента США. Но Байден решил поступить наоборот. Однако, когда он закончил свою речь, то на часах пробыло уже полдень. Это тонкости американской демократии. Байден сосредоточился на своей инагурационной речи на внешней политике, пригрозив России и Китаю укреплением НАТО, сделав НАТО еще более боеспособной структурой, чем раньше. Также, из тонкостей, стоит отметить, что сначала присяги привели Камилу Харрис, вице-президента США, а уж потом непосредственно самого Байдена. Да, представляете, чтобы у нас, например, сначала Мишусин бы вступил в должность, а уж потом бы Путин. Ну, если речь про Камилу Харрис, тогда уж Матвиенко. У нас это немыслимо. А там, пожалуйста. С другой стороны, это, возможно, лишний раз говорит о том, кто на самом деле будет руководить Белым домом. То есть, не Байден, старик этот, а Харрис. Ну, об этом я много раз уже говорил. Еще один нюанс. Все члены церемонии были одеты в одежды и наряды от сугубо. И только американских производителей. Да, нет такого, чтобы лидер шел по коридору, а его фоткали на китайские айфоны, как у нас в России в 2018 году, на очередном инаугурации Путина. Так сказать, демонстрируя мощь в кавычках промышленности, Байден клялся на своей, да, вот еще, Байден клялся на своей личной конституции, которая у него в семье хранилась с 1893 года. Вот вам история, которая ожила таким образом. И Байден таким образом отдал дань уважения своим предкам, естественно, конечно. После инаугурации Байден сразу отправился в Белый дом, чтобы приступить к работе. Помните крылатое из фильма «17 мгновений весны» в конце сериала Максим Максимович едет в Берлин. Он едет работать. Также решил поступить и Байден. Оправдывая украинскую новую поговорку, Байден придет, порядок наведет. Проработав в Белом доме несколько часов, Байден решил посетить Арлингтонское кладбище и почтить память тех, кто не дожил до его инаугурации. Но кто помогал Байдену избраться и стать президентом? Из-за того, что Трамп отказался принимать участие в инаугурации Байдена и де-факто спер ядерный чемоданчик, это система связи с активацией ядерных ракет, Пентагону пришлось изготовить новый ядерный чемоданчик, уже непосредственно для президента Байдена. А Таповский они деактивировали ровно в полдень, когда Трамп перестал быть президентом США. А теперь зачем я вам вообще про это все говорю? А чтобы вы прочувствовали, находясь у себя в России, настоящую демократию. Пусть даже и без зрителей. У Байдена, кстати, команда представляет собой все спектры. Кого хочешь. Есть у него в команде лесбиянки, трансгендеры, латинос, азиаты, негры и так далее. И он вот этой командой как бы из различных культур будет сшивать американскую нацию. Ну, посмотрим, как у него выйдет. А тем временем в России, к сожалению, продолжается власть рыбистов. Идем к следующей новости. Я люблю такие новости, когда действительно что-то необычное происходит. Хотя, с другой стороны, довольно ожидаемое. Ну, в общем, еще один тупорылый запрет властей России. Суд при активном участии прокуратуры Санкт-Петербурга запретил россиянам смотреть аниме. Для тех, кто не знает, аниме это такие мультики, в которых обычно рисуются большие глаза главных героев. А также характерно там показываются эмоции персонажей. Эта тема очень популярна в России. Я сам в детстве смотрел некоторые аниме. Такие, как Шаман Кинг, Сэйлор Мун, Покемоны и прочее. Но... Ну, все. Конец лафе. Теперь запрещено смотреть аниме. По-курорски в Санкт-Петербурге совсем охренели. Но все к этому шло. Сначала запрещали аниме в школах. А теперь вот хотят это сделать для всех. Дабы наши школьники и мы с вами смотрели только отечественные мультики про богатырей, а больше никакие. Особенно злостно с анимешниками в прокуратуре решила справиться зампрокурор Санкт-Петербурга некто Атаменко. Сам суд поделал об запрете аниме в России, ну если честно напоминает какую-нибудь инквизицию, против любителей японской культуры в России. Сначала выбирали совершенно рандомные, то есть случайные аниме под названием Инуяшки. И прямо в суде, да, прямо в суде в рабочее время прокурор и судья начали смотреть аниме, японские мультики. Пусть, пусть подожжут там где-то в коридоре маньяки, убийцы, воры и прочие уголовники. Мы в Копинском районном суде Петербурга будем смотреть аниме. Посмотрев несколько серий, Инуяшек, прокурор, озвучил претензию к аниме. В аниме содержатся яркие оболозы, воздействующие на психику ребенка. Ну вообще-то это так каждый мультик делает. Формально, и там содержится формально разрушительный потенциал. Вот это разрушительный потенциал, то есть ничего такого запретного, но в перспективе ребенок может что-нибудь посмотреть в этот мультик, что-нибудь не так сделать. Так если бы это в нормальной правовой стане происходило, то этого прокурора бы давно выкинули бы с работы, с такой формулировочкой. Это что такое потенциально разрушительный потенциал? Но ведь преступлений еще даже никакого не было. Вот даже не то, что там показано, то есть нельзя показывать, а в перспективе, сейчас я посмотрю в своей перспективе, идет ли запись. Ага, идет в перспективе разрушительный потенциал. Ну, когда ребенок, посмотрев аниме, криминальные разборки на НТВ, у него нет никакого разрушительного потенциала. А у неношников, да, не Малахова, как там детей насиловали, а посмотрев аниме, возможно, в будущем ребенок нет-нет, да и слышит что-нибудь ужасное. Да это не прокурор, а какой-то сотрудник Министерства правды из романа Джорджа Орвелла. Потом прокурор огорошил фразой, что, посмотрев аниме, подросток пойдет и грохнет себя. Ау, Ау, Атыменко, это так не работает. Если подросток задумал совершить самоубийство, то это не вовсе не из-за аниме, значит, его довели и до этого. В школе, в семье, но точно не из-за аниме. Аниме здесь ни при чем. Посмотрев и ну я, суд переходит к следующему аниме, которое тоже теперь смотреть запрещено в России. Токийский гуль. Здесь, по мнению прокурорских, много расчлененки. Ну, не знаю, не смотрел токийского гуля, уж тем более в здании суда. Но какой-то смысл запрещать гуля, если подросток без всякого аниме могут сейчас посмотреть непосредственно саму расчлененку в интернете. Самое забавное было с тетрадями смерти. Тоже аниме, так оно называет, стали смерти. О, кричит прокурор, аниме явно возводит культ личности, ой, то есть культ смерти среди подростков. А подростки, заявил прокурор, это ценная популяция. То есть подростков теперь в прокуратуре Санкт-Петербурга даже за людей не считает. Это звери, молодняк, популяция. Потом судья Копинского районного суда озвучивает и решение. И это решение тоже войдет в историю судопроизводства, как в России, так и в мире. И так, с сердцем голосом. Именем Российской Федерации тетради в смерти запрещены. Ну, с таким же успехом судья мог еще и шаманство в России тоже запретить. Только вот по всяким VPN, прокси, через браузер Тор, если подросток захочет, все равно посмотрит это аниме. Смотрели и дальше будем смотреть. Заявляют все любители аниме как один. Вопреки мнению прокуратуры Санкт-Петербурга. Судья Никулин, который вел этот эпохальный и ни с чем не сравнимый процесс, еще поинтересовался прокуратурой. А почему раньше министерство внутренних дел не запрещало смотреть детям аниме? Мы еще удивляемся, а почему дети выходят на митинг? Да потому что им аниме запрещено смотреть. Так вот, Никулин, судья, попросил прокурора строго наказывать тех, кто делает и распространяет аниме внутри России во имя здоровья детей. Ну, то же самое, блин. Преступники века, блин. Самые суровые садисты, по мнению суда, и это, конечно, распространители аниме. Все. Все. Вот. Все, приехали. Полнейший Орвал. Роман 1984 в городе Санкт-Петербурге в действии в 2021 году во всей красе. Сам этот процесс был настолько скандальным, что представитель ведомства, который отвечает за блокировку аниме внутри России, да, это все тот же самый Роскомпозор, тире надзор, его представитель даже не явился в суд. Даже Роскомнадзор не захотел участвовать в этом благане. Колпинского районного суда, который устроил прокурор Атыменко и судья Никулин. Гнать обоих из правоохранительных органов надо. Потому что страдает всякой хернёй в рабочее время, смотрит аниме. Это мне ха-ха. А теперь анимешников и правда будут сажать. И им будет не до смеха. Уже после процесса судья Никулин, как клоун в цирке, озвучивает следующее представление, следующий судебный процесс против Моргенштерна. Тот, правда, конечно, напрашивался на дело против него. Но суть в том, что по делу Моргенштерна судья Никулин вызвал представителя Министерства культуры. То есть, по мнению судьи, Министерство культуры ответственное за песни Моргенштерна. Ух, я даже боюсь представить, что это какие-то там люди в этом Министерстве культуры, что они сочиняют песни или просто ответственны за текста песен или речетативов кому как угодно Моргенштерна. До таких из Министерства культуры надо гнать. А в чем соль для тех, кто не знает? Моргенштерн очень любитель мата. В своих текстах. Вот и все. Но, ладно, дело против Моргенштерна, допустим, допустим, окей, окей. Но при чем тут представитель Министерства культуры? Все же ясно, что Моргенштерн далек от культуры. Ну, вау, аниме теперь запрещено, да. МИД Российской Федерации раскритиковал в размещении на сайте посольство США предупреждение о протестах. То есть, думайте еще раз, посольство США информирует своих граждан, находящихся в России, где не надо, еще раз, не надо собираться, чтобы не получить дубинки по башке от русского ОМОНа. То есть, это не реклама митингов, а антиреклама. Наоборот, посольство США информирует о том, где, еще раз, не надо собираться, не надо. А вот МИДовские подумали, что как раз, да и наоборот, якобы посольство США подстрекает, стимулирует протесты. Вот так вот подумали соратники Захаровско-Лавровской, героиновской дипломатии из Аргентины. Вот так они выразились. Претензию нашего МИДа вызвали англоязычные версии сайта посольства США. Там говорится о том, как раз, где еще раз, не надо собираться. У меня выстекает вопрос, а МИД России своих граждан за рубежом информирует о том, где не надо собираться, где возможно происшествие не в абстрактной стране, а прям по местам той или иной страны. Ответ нет. Так что, прежде чем вякать на Вашингтон, на его посольство внутри России, на государственный департамент США, учитесь, господа, российские дипломаты, хорошо делать свою работу. Итог вашей работы это санкции против вас, которыми обкладывают Россию даже не столько Германия и Вашингтон, но и даже Люксембург, даже Банановые республики. В Министерстве иностранных дел заявили, что данная публикация на сайте посольства США об митингах совпадает с провокационными устремлениями Вашингтона в странах с неугодными правительствами. Даже сами дипломати в МИД РФ заявили, что у нас в России неугодное правительство. Это действительно так. Поэтому мы все выходим на митинг. А дальше МИД России заявил об одобрении жесточайшей цензуры МИД России конечно, жесточайшей цензуры внутри России заявляя, что не надо освещать американцам ситуацию в нашей стране. О как! То есть по нашему ТВ значит можно крутить новости про США, обсуждать Трампа, Байдена, выборы США, инаугурацию президента протеста, Black Life Metals, прерывать фильм Брат 2 на первом канале и показывать протеста США. Американцам России это нечто подобное делать нельзя. И вообще надо оградить от граждан России информацию о митингах со слов МИД России. О как! Молодцы! То есть МИДовские выступают, наш МИДовский выступает за цензуру. Дипломаты не просят, а требуют от американских дипломатов при встрече с российскими гражданами скрыть информацию о митингах. И поэтому российские граждане, которые встречаются, имеют такую возможность встречаться с дипломатами США, нет, нет, да и подумают, а не сменить ли гражданство часом, а? Из-за этого всего. Из-за того, что даже МИД членам другого государства говорит, молчите в тряпочку про протесты в России. Интересно. И главное, наши МИДовские хотят от членов страны, которая образовалась как раз таки во имя свобода и демократии от США, чтобы те молчали в тряпочку. Я ведь напомню историю, что это самое США организовалось в ходе революции против Канады. Именно поэтому там свобода и демократия значит намного больше, чем у нас, к сожалению. Но этого не будет. Американский КОЗДЕП намерен, как и дальше, информировать всех об протестах в России. Новость откровенно характеризует российских дипломатов как душителей свободы. Они хотят от свободной страны и от ее представителей, чтобы те, как МИД и РФ, скрывали информацию. Нет, как я уже говорил, этого не будет. Американские дипломаты, в отличие от российских, не будут молчать. Еще раз, чтобы ни у кого не возникло и тени сомнений в том, что американцы не лезут в нашу страну. Они опубликовали на своем сайте карту, куда ходить не надо. Не надо. Но по-английски. А в МИДе подумали и ест. Ну, то есть, дебилы, мы ля, работают в МИДе. Дебилы работают в нашем МИДе. Возвращаю эту поговорку Лаврову обратно ему в зад. Главная угроза митинга это не вмешательство США во внутренние дела России, а то, что толпы, а то, что навальнята будут выкидывать от таких вот работников в дипломатии из своих кабинетов рано или поздно. До того российские дипломаты в американской фобии ткатились, что всерьез обвиняют американцев в пандемии и в снижении курса рубля. на эхо Москвы всерьез думали, что это расчленение дипломатов в колеса дипломатии на эхо Москвы всерьез подумали, что это российские дипломаты вставляют палки в колеса американской дипломатии в России. на эхо Москвы подумали, что это не классические дипломаты российские вставляют палки в колеса в работа американской дипломатии внутри России, а как бы конторско-комитетские под личиной дипломатии через МИД пишут о том, что американцы написали на своем сайте призывы якобы к митингам, а американцы написали как раз, что не надо собираться. Российский МИД явно захотел показать американцам, где раки зимуют, но не выходят. У все на митинг, у все на протест. Ну и, собственно говоря, непосредственно сам протест 23-го числа. Куда вы идете? Чего вы хотите? Я от вас, есть ваша экономика, заявляют протесты, заявляют протестующим. Так, корреспонденты коммерсанта с акцией протеста в Москве. Как мне показалось, очень хорошая статья корреспондентов коммерсанта о митингах в поддержку Навального в Москве. Я и сам участвовал в митинге, но только не в Москве, а в Самаре. И интересно было бы сравнить два митинга. Но вопрос этот в начале статьи очень легко дать ответ. Куда мы идем? В Россию светлого будущего. Чего мы хотим? Свободу политзаключенным, чтобы не было коррупции в стране, и чтобы хотя бы одна из либеральных партий была представлена в Госдуме. Ничего этого нет. Поэтому народ вновь дрался с полицейскими и с росгвардейцами. Ну и стоит отметить, что это первая акция, ну первый митинг вообще после коронавируса. Люди действительно захотели освободить Алексея Навального из тюрьмы. А в итоге получилось, что они сами попали в тюрьму. По данным ОВД.Инфо, по всей России было задержано 3000 человек. Мне было приятно находиться в рядах этих борцов за светлое будущее, которые возили в автозаках в ОВД и РОВД по всей стране. Северники сначала не препятствовали акции, но потом была дана командой махать дубинкой направо и налево. Тоже было и в Самаре. Но в отличие от моего родного города, в Москве разгвардейцы и ОМОН действовали гораздо более жёстче. Тут надо тоже отметить. В полицейских швыряли снежками. О, это ещё что? А Соловьёв вообще возмутился тем, что разгромили какой-то там Лексус, не то ФСБ, не то ФСО, но в общем спецслужб. Точнее для генералов спецслужб. Я считаю, что вообще такие люди, как генералы ФСБ, ФСО, полковники, должны ездить только на наших машинах и не в сопровождении водителя, а сами. А если нет прав, то будь добр пользоваться общественным транспортом, а не личным водителем. Интересно, корреспондент коммерсанта подмечает, мол, сначала ничего необычного в Москве не было. Ну, просто поставили рамки и заграждения со слов полицейских для уборки снега. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да, в Москве акция проходила на Пушкинской площади, в Самаре, на площади Героя 21-й армии. У Фонтона Осейпенко неподалёку от памятника, это уже мы переходим к Москве, неподалёку от памятника Юрия Долголукова правоохранители раздавали людям чай и печеньки. Ну, не знаю, мне кажется, всё это враньё. С чего полицейским раздавать печенье? Вы вдумайтесь в это. Такого в Самаре не было. В полдень на Пушкинской площади прибыли космонавты, то есть менты одеты в полной боевой амуниции и начали выстраивать цепь, чтобы добить протестующих. На Самаре тоже было. Правда, у нас менты не выстраивались в цепью, а как бы выстраивались по периметру толпы. Потом амуниновцы свою цепь разрушали и выхватывали первого попавшего. Так и арестовали даже и меня 23-го числа. И надо сказать, что автозак был даже поприятнее любой маршрутки. Так что это на заметку транспортным компаниям. Почему ещё люди выходят на митинг? Потому что, ну, просто видят распил бабла, в том числе и в транспортных компаниях. Ух уж казалось бы, при чём тут транспортные компании. А вот при том. Потом полицейские начали предупреждать, что сейчас все будут задержаны. И давали протестующим 30, нет ни минут, секунд, чтобы убраться с Пушкинской площади. Ну, понятно, что за 30 секунд требования полицейского было выполнить невозможно. А через 30 секунд подбегал ОМОНовец и, что правильно, под белые рученьки уводил в автозак. Парня с девушкой, вот пишет коммерсант, которые дальше не кричали никаких лозунгов, скрутили. Вот она, свобода и демократия в нашей стране. Да, в Америке, наугурации нового президента. А нас дупенками направо и налево фигачат. Потом подходили Петрушки. Так называемые Петрушки господина Прилепина. Это там тот самый писатель, писатель, который захотел себя почувствовать толстым. И в 2015 году отправился воевать за Донбасс. Но быстро бросил это дело. У меня сама и так же на акцию пришли эти Петрушки Прилепина. Да и кому-то это не нравится. Но я должен заметить, что в толпе протестующих было много детей. Действительно. Будущих граждан России, которые не довоякодали понять, что они против Путина. Представляете, что будет, если они вырастут. И они станут полноценными гражданами, которые готовы самодельничества отстаивать не только свои права, но и права тех, кто сейчас находится за решеткой. Несмотря на дубинки космонавтов, протестующие сумели занять не только Пушкинскую площадь, но и пространство вокруг площади, или что там, а, станции, станции метро Маяковского, да. Там собралась тысяча людей. Люди махали флажками машинам, а те бибикали в ответ. То, что автолюбители тоже, так что автолюбители тоже за Навального, а не за Путина. В отличие от митингов в регионах в Москве, в отличие от митингов в регионах, в Москве были протестующие с бело-красно-белыми флагами цветов свободной Белоруссии. Их более жестоко дубасили дубинками, чем других, понятно. не могу так же не сказать про Якутск, где люди в поддержку Навального вышли в минус 50, а их лицом в вечную мерзлоту ОМОН-овцы. Но вернемся к событиям столицы. На Страстном бульваре Навальнятом был организован лазарет. Людей, получивших травмы от дубинок Росгвардии, перебинтовывались. К 16.00 ОМОНу удалось выбить людей из Пушкинской площади. Навальнятом ответ заняли Тверскую и Манежную площадь. Также хлынул поток протестующих из метро Чеховская и подошел вплотную Госдуме. ОМОН-овцы же сосредоточились на охране ну вот сейчас догадайтесь из чего. Что самое ценное в Москве? Ну правильно, правильно. Красная площадь, естественно. Ну понятно тоже, почему ОМОН-овцы сосредоточились на охране Красной площади, ведь 70% рейтинг Путина прям таки в субботу 23-го часа прям чувствовался по всей стране. Уже в сумерках полиция зачистила от Навальня цветной бульвар. Протестующие к этому времени поняли, что революцию пока не удастся совершить и двинулись к СИЗу матросская тишина с тем, чтобы освободить своего лидера, своего бурру, так сказать, Алексея Навального, которых горежат настоящих патриотов. полицейские потребовали у журналистов, которые тоже находились около СИЗа матросской тишины, быстро убраться. Корреспондентку, женщину дождя ОМОНовец даже толпнул. Ну, хорошо, хоть не дубинкой побил. А после того, как ОМОНовца отогнали журналистов, ну, естественно, что правильно дубинкой по башке и пройдемте, гражданин в автозак. Подведем мы итоги акций за Навального. Россияне четко высказали, что они за Навального и против Путина, а особенно молодые. у меня в Самаре люди с балконов кричали, что они за Навального. Так, вот так вот. В Кремле назвали лидеров и ацайдеров по доверию среди губернаторов. Вообще российские губернаторы не напоминают вот эти вот шары, сейчас мы покажем эти шары, где эти шары, вот они, шары около Кремля, в том плане, что они ничего не решают, оказывается туда, куда ему кажется Кремль, кроме разумеется Кадырова. Но Кадыров и не губернатор вовсе. Теперь со слов его приближенных он русский падишах, то есть исламский монарх, что такое падишах? Это исламский монарх, да. Так вот, сразу после митингов за Навального, когда кремлевские поняли, что выходят на протест почти все регионы России, решили конкретно управление внутренней политики администрации президента собрало всех вице-губернаторов, как пишет РБК в своем здании в Москве на Старой площади, и там долго не разбирались, что происходит в регионах, кто соответствует показателям эффективности, а кто нет. Интересная деталь, что вице-губернатора есть, есть даже вице-премьеры, а вице-президента современного людского у нас нет. В итоге выяснили, что круче всех регионов руководит кто? Правильно, Рамзан Кадыров. Открыли Америку, блин, да если бы у каждого губернатора были бы свои люди с автоматами, то, конечно, работали бы тогда они намного эффективнее. Но Кадыров, скажем так, необычный губернатор, как выяснилось на этой гибели, он подишах. А вот лидерность числа обычных губернаторов это некто Мурат Кумпелов из Адыгеи, ну тот самый губернатор, который устроил всех родственников на руководящие посты в республике и которые попали под внимание СКР, Следственного Комитета России, за то, что они брали взятки. Но родственники Кумпелова отделались лишь штрафом, даже условного наказания не было, да, вы представляете, у нас за взятки, за откаты штраф, да, небольшой, да, но только если ты родственник губернатора. Более лихо дела обстоят у другого лидера рейтинга эффективности губернаторов, у Романа Старовойта из Курской области, который набрал себе в команду лиц с криминальным прошлым. Это Кейфургал Курской области. Причем, когда я говорю криминал, я имею ввиду, что люди в команде Старовойта контролировали воровской общак в Курской области в 90-х. Ну как, вам лихо не продали, а теперь он, Старовойт этот самый, который контролировал общак воров в 90-х, губернатор Кировской области, Курской, Курской, да, перепутал, Курской области, конечно же, лихо не продали. И еще, по мнению кремлевских хлуев путинского режима, хорошо обстоят дела у Дмитрия Артюкова. бронзового призера рейтинга эффективности губернаторов то взял естественно А тот взял естественно не сам лично, но его семейство в свое время украло деньги у Газпрома. Кстати, Артюков один из участников дела Навального расследования фонда по борьбе с коррупцией он вам не демон и клиентура коррупционной схемы Дмитрия Анатольевича Медведева. Вот такие вот лидеры среди губернаторов на котором клейма негде ставить. Но гораздо более драматичным и интересным история с теми кто по мнению управленцев из Кремля плохо справился со своей работой. Худшим губернатором признан Валентин Коновалов. Почему? Да потому что он не единоросс а коммунист из КПРФ. Да-да из-за партийного фактора и больше не из-за чего. Чтобы вы вы понимали другие абсайдеры рейтинга тоже губернаторы сплошь не из единой России. Одним из самых худших губернаторов признан губернатор Владимирской области и даже язык не поворачивается словом назвать губернатор ну и скажем так исполняющий обязанности губернатора из Кабаровского края они все из ЛДПР да тот самый Дегтярек в их встроенные ряды неэффективных управленцев зачесался Александр Ус губернатор Красноярского края Александр Ус постоянно фигурант новостей из-за сельских скандалов но конечно не из самых худших губернаторов Кремлем то есть не мной не либералом а Кремлем призван Сергей Цивилев так называемый губернатор на костях он стал губернатором после трагедии в торговом центре Зимняя Вишня ему до сих пор не могут простить смерть детей заперстых в кинотеатре в Кемерово а вы еще говорите почему дети выходят да вот потому что выходят потому что в Кемерово например в 2000 я не помню год 2017 18 17 17 да был 18 не 18 да когда детей заперли в кинотеатре и не оказали им помощь при пожаре они и умерли но еще одна деталь совещания вице-губернаторов на старой площади стало стало то что Кириенко руководитель администрации президента объявила о том что теперь никакой пощады от единой России даже системной оппозиции прохожей прохожей в сентябре 2024 года нас ждет однопартийный парламент ну посмотрим как оно дело выйдет ну вот такое вот интересное совещание управления внутренними делами президента да посмотрим что из этого выйдет конечно же уроки пандемии и ответственная политика о чем Путин рассказал студентам Татьяне день 25 января посредством видеосвязи Путин встречался с студентами и ответил на ряд вопросов все конечно ринулись смотреть ответ придет на вопрос о дворце в Геленджике я сначала обращу ваше внимание на чуть другое именно на само расположение Путина у открытого окна это интересная деталь потому что у людей сложилось впечатление что Путин где-то в секретном бункере из-за пандемии когда выступает президент окно в его рабочем кабинете всегда занавешаны некоторые даже полагали что это фальшок на по аналогии с фальшотверями в бункере и в рабочем кабинете Сталина очень много было дискуссий о том где президент кто скрывается за занавесками его рабочего кабинета и так далее видно служба протоколов Кремля поняла что все эти слухи явно не играют на руку президента уж точно и как-то его уговорило распахнуть занавески и сесть у окна ну либо непосредственно выйти из секретного бункера за окнами президента виднелся чудесный лес не факт что настоящий но у меня действительно сложилось впечатление что хотя бы на встречу со студентами пусть и онлайн Путин вылез наконец-таки из своего секретного бункера дальше можно обсуждать в завидово там он или не в завидово не важно главное Путин вылез из бункера наконец а ФСО не стал делать вид что якобы за Путиным охотятся американские снайперы на тронах и поэтому шторки в его рабочем кабинете всегда заколочены но в этот раз видно уже самого Путина достало все эти слухи про его сидение в бункере ну или непосредственно само сидение в бункере достало Путина еще может быть он вещал как раз таки из того самого дворца в Геленджике а почему бы и нет все внимание было приковано к этому самому дворцу Путина в Геленджике Путин заявил студентам что это не его дворец ну конечно не не его все как и говорил Навальный что Кремль будет делать все чтобы этот дворец формально не принадлежал Путину но это именно его дворец ибо зачем тогда его охраняют ФСО и ФСБ а там имеется комплекс правительственной связи студенты остро чувствуют ложь со стороны власти вот когда после митингов они посмотрели ренту новостей и увидели что якобы на митинг за Навального вышла всего лишь сотня человек в правительственных СМИ ох вы бы видели их реакцию есть охма подворец Путина мол Песков заявил что в Нарнии в Гриффиндоре в Слизерине в Шире в 39 царстве в 30 государстве дворцов у Путина точно нет Путин заявил что не уже ли вы думаете студентам студентам то если бы у меня был бы дворец то в современном мире это было бы возможно скрыть но вот именно вот поэтому Навальный выпустил свой эпохальный фильм который набрал уже 100 миллионов просмотров на ютубе про дворец именно как раз потому что в современном мире даже дворец даже Путина невозможно уже больше скрывать Путин заявил что после завершения карьеры фюрера в России хотел бы работать в сфере виноделия ну как раз там у него во дворцете все виноградники для этого дело предусмотрены но при этом бизнес его никогда не интересовал вот это самое забавное да ладно да ладно Владимир Владимирович а кто уволился из КГБ ради как раз бизнеса не выли кто пошел работать на Собчаках ради бабок кто организовал филу более известный как кооператив озеро ради денег не выли часом а про митинги Путин заявил ну вот смотрите в США протестующие захватили Капитолий и с ними не церемонились в них стреляли а мы что не должны так действовать что ли ну во первых Навальнято пока еще Госдуму и Совет Федерации не захватили но все к этому идет протестующие я бы посмотрел на то как Навальнято захватывали Совет Федерации и Госдуму ну и вообще сама формулировочка что все что не за рамками закона должно быть строго запрещено это дорогого стоит и даже опасно короче Путин вновь втирал втирал пыль в глаза студентам которые давно избрали себе нового лидера имя ему Алексей Навальный и только лишь время покажет станет ли он новым Лениным для молодежи или же нет А Путин и Николай Второй его больше с Александром Третьим сравнивают ну короче российский монах он со слов Навального даже любит переодеваться в костюмы свистить мля ну и я использую маты сталкера так переходим к последней новости на сегодня разработчик новичка планируют выпускать лекарства от ковида 19 мало нам эпивак короны и спутника теперь вот бедным россиянам будут вкалывать аналог новичка от того самого новичка которым все травили и травили Навального и Скрипаля да не отравились новичок плох со всех сторон и как следство от врагов режима и как непосредственно само боевое травящее вещество раз уж люди выживают при нем создатель новичка в секретной лаборатории уже никакой на самом деле не секретной лаборатории шаханы почесали лепу и подумали раз уж у нас яд не получается сделать то может быть получится лекарство от ковида дайте угадаю который будет не лечить до конца а вылечивать на тот свет да лекарственное средство от ковида на основе новичка получило название иммофон оно создало создателя новичка Леонида Ринка восстанавливает клетки и устанавливает цитогеновый шторм иммофон сделан на основе другого лекарственного препарата децефона в отличие от децефона в иммофоне устраняют главный недостаток плохое растворение в воде и в крови но прям как с новичком в иммофоне внутри препарата будет стоять импортное средство Добсон все как в нашем КАМАЗе вроде бы наш а начинка от БМВ и некоторые детали от турецких поставщиков так вот иммофон предназначен не только для ковидников но и для лечения других болезней уже со слов ринка препарат протестирован на 700 добровольцев и у них не было тяжелых последствий но мы сами знаем этих добровольцев скрипали да навальные казалось бы ура прогресс в области фармацологии фармацептики но нет все не так просто как подчеркивает сам ринг предстоящего лекарства были сделаны с нарушением технического процесса а где гарантия что новичок от короны не будет производиться с нарушениями нет таких гарантий ну и потом ну и тому же ринг занимался выпусками для российской армии в период чеченских войн лекарств вы что-нибудь про это слышали нет не потому что это секретно а потому что таблетки шприцы были малоэффективными против озверевших чеченцев какая-то действительно спорная реклама получилась разработчик новичка планирует выпустить лекарство от ковид девятнадцать нет ну а что выпустит новичок с короной и на тот свет братца лекарство еще в стадии разработки а моего батю уже кручит от него на унитазе и вот он сейчас сидит на горшке и ругает нас матерью поэтому я сейчас пойду и присоединюсь к нему вот такое вот лекарство от коронавируса видите ли на этом наши итоги недели завершены все на митинг все на протест